Привет дорогие мои подписчики! Я часто читаю ваши комментарии, слежу за тем, за вашими эмоциями, за тем, как вы их выражаете, что пишете. Вы знаете, я смотрю, некоторые пишут, что очень длинный рецепт, я объясняю, конечно же, все довольно подробно. Давайте попробуем делать короткие и посмотрим, что же вы в комментариях начнете писать. Здесь лето на дворе, я люблю лимонады, у меня даже в холодильнике стоит всегда вот такая вот пластиковая бутылка, это специальная лимонадная бутылка, я не буду ее рекламировать, здесь есть 700 миллилитров воды, она охлажденная, все для лимонада. Потом, у меня есть 150 миллилитров вот такого чистого малинового пюре, ну это как малиновое варенье, измазался. Это как малиновое варенье, только протертое через сито, здесь нет ни косточек, ничего. Для этого чаще всего я рекомендую использовать, например, варенье. Вы знаете, весной остается много варенья, которое не съели зимой. Так вот, его если протереть через сито, от косточек, от всяких шкурок, да, в зависимости от того, кто как варит, то можно с легкостью использовать для лимонадов. Я вас уверяю, это очень крутая штука. Лимонады со вкусами разными. Можно, конечно, использовать сахарный сироп. Сахарный сироп вы с легкостью найдете в интернете, там и пропорции и так далее, сколько варить, чего. Я же пошел по простому пути. Представим, что это варенье. Дальше клубника. Она у меня уже нарезанная, потому что чаще всего в лимонады я предлагаю использовать уставшую клубнику. Потому что не уставшую, свеженькую, можно всегда съесть и так, без лимонада. Я тут ее нарезал, 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 нарезал. У меня получилось 100 миллилитров. Ой. У меня получилось 100 граммов клубники. Ну, грубо говоря, отход от основной красивой ягодки. В общем, все, что есть. Клубника с малиной великолепно сочетается, я вас уверяю. Если вы хотите сделать чисто клубничный, тогда вы малиновое варенье не добавляете, добавляйте, например, сахарный сироп. По сути, вот у меня это сифон, да. Но только я же, видишь, с самого начала не стал об этом говорить, чтобы было непонятно, что это такое. В общем, смотрите. 100 граммов клубники. И вот тут тот самый лайфхак открытия. Для кого-то это ни в коем случае не открытие. Это зеленый базилик. Вы знаете, насколько это крутое сочетание зеленый базилик и ягоды. Зеленый базилик сочетается с любыми ягодами. Идеальнее всего это малина и клубника. И прям не жалейте его. Сейчас лето. Я уверен, что в любом городе, во всяком случае, в крупных городах, можно купить зеленый базилик. Поэтому используйте его. Раз попробуете, поймете, что это такое. Это бомба. Бомба. Нужно рвать, чтобы лопались клеточки. И сок и аромат выходил из них. Мята. Мелисса. Перечная мята. Яблочная мята. Карамельная мята. В общем, все, что у вас есть, любая мята. Только немного. Вот я с одной веточки ободрал. У меня какая-то мохнатая, такая, знаете, очень пряная мята. Ну, на рынок пошел, говорю, мята есть. Искал, искал, искал. В общем, в итоге нашел вот какую-то мяту. Я говорю, мелисса тоже великолепно подходит. Теперь. О! Красивый какой. Красно-зеленый. Вам следует делать вот так. И обязательно используйте газированную воду. Накидайте варенье, ягодок, зеленухи. Налейте чуть-чуть воды. И взболтайте, чтобы сироп или варенье разошлись. Потом доливайте газированной воды. Аккуратно потом переворачивайте, чтобы все смешалось, но газ не вышел. И ваш лимонад будет готов. Я же пойду чуть дальше. У меня есть вот такая штука. Смотрите. Вот такая. Вот такая хрень. Это не реклама. Я не буду говорить, кто это производит, как это и что это. Это просто у меня такой бонус. Вот сюда газовый баллон. Вот сюда газовый баллон. Теперь нужно внимательно смотреть за бутылкой. То есть теперь нужно быстренько вкрутить его туда. И вот так вот баллончик СО2. Для сифонов всегда в зависимости от кримера. Кто повара, знают, что мы еще из сифонов, из специальных, они называются кримерами, выдавливаем пюрешку или взбиваем сливки через них. Это не этот чистый прям сифон для газ-воды. Ну, лимонад, газированный лимонад. Штука вообще гениальная. Она стравливает немножко воздух, ну, потому что так должно быть. Вот. Это я к тому, что, а вы используйте, пожалуйста, газированную воду. Или в интернете поройтесь, посмотрите, напишите там пластиковая бутылка, еще что-нибудь. Потому что я не буду рекламировать бренды, я уже сказал. В общем, вот так нужно подождать буквально 5 минут. Потом, как только 5 минут прошли... Стравливаем... Ого! Стравливаем осадки газа с вареницем, как он хорошо пошел. Ого! Видите, какая удобная штука. Можно засунуть туда все, что угодно. А потом крышечкой закрываем. И ставим в холодильник остывать. Газированный лимонад вот такой. Я ветку мяты бросил внутрь стакана. Ну, просто для, знаете, для эстетики, не для эстетики, для красоты, для какой-то. Потому что вот эту вот труху и ягоды я сюда не буду выливать. Хотя можно было бы бросить пару кусочков льда и оттуда вытряхнуть эти ягоды. Но я лью аккуратно, чтобы были пузырьки, чтобы все-таки это летнее настроение передавалось. Итак, лимонад это все-таки летний напиток. Вы можете туда отправлять и клубнику, и мандарины, и апельсины, и лимоны. Можете туда накрошить яблок и добавить яблочное варенье. Вы можете взять клубнику, добавить клубничное варенье. Малину с малиновым. Вы можете чернику использовать. Все, что есть в вашем холодильнике, обязательно используйте. Не давайте этому пропадать. Поэтому лимонад одно из таких крутых решений, которые вы можете использовать дома. Я все-таки против того, чтобы выбрасывать продукты. Но застаиваться варенью тоже долго нельзя давать. Вот такой игристый лимонад очень круто освежает летом. Смотрите наши рецепты, ставьте лайки, комменты. Что-то не нравится, пишите. Нравится, тоже пишите. С летними праздниками вас! Продолжение следует...